добро пожаловать на мой канал меня зовут павел в этом видео я хочу поделиться с вами информацией о том как сделать качественную разделочную доску что нужно иметь ввиду при изготовлении я эту информацию хотел бы разделить на две части это выбор материала и отделка я сейчас в процессе изготовления доски для друга это из островного дуба я живу на острове сарама в эстонии размеры 40 сантиметров ширина 72 длина и почти 4 сантиметра толщина это такая серьезная тяжелая разделочная доска здесь у меня склеена из трех досок это разделочная доска и трещины и такие вот разбитые сучки залиты черного цвета эпоксидкой я это делаю для того чтобы сохранить красоту дерева и я не вырезаю это чтобы они были узкими эти ламели то есть это вот мой такой вот подход к этому и здесь у меня осталось еще снять фаску округлить фрезером здесь это сделаю и потом начну делать последнюю шлифовку я расскажу об этом отдельно что я именно буду здесь делать такого особенного что считаю нужно подчеркнуть материал нужно выбирать исходя из цели разделочной доски цель разделочной доски быть твердой поверхностью для разделки овощей мяса фруктов и отсюда значит мы выбираем как правило лиственные породы дерева это значит там береза ну что если мы говорим то что у нас растет береза ясень дуб там клен то здесь еще момент такой эстетический вот если мы хотим сделать доску которая будет еще красота игра вот этого структуры текстуры дерева тогда мы берем такое дерево как я вам сказал здесь дуб он не нравится там береза там ольха или вот какие-то такие они ну скажем так скучноватые или ну такие монотонны там ничего такого нет и это значит лиственные породы дерева как правило твердые можно выбрать там экзотические какие-то породы купить там где-то как красное дерево махагон там например орех тоже красивая твердая стабильная древесина что касается материала это очень важный момент тот кто не знает и хочет сделать разделочную доску себе сам и не имеет такого столярного опыта чтобы иметь какое-то знание древесина должна быть высушенной это должна быть столярная сушка так называемая или она должна быть высушена в доме и и процент влажности как правило это столярная сушка 8 процентов там плюс минус почему это важно это важно по той причине что когда древесина сыхает и и коробит уводит и она приобретает какой-то такой более-менее стабильные стабильное состояние и еще это связано с тем что ее можно склеить столярным клеем которые есть там также влагостойкость которым можно использовать клей d3 есть с повышенной влагостойкостью есть и водостойкий клей но при склеивании если древесина имеет влажность там выше там 12 может быть процентов то есть если она влажная не высушена до конца у вас эти доски могут просто не склеится у меня есть такой опыт вот звонил один знакомый и говорил что он склеил доску на струбцину поставил снял и она развалилась я у меня спросил откуда ты материал за он скажет я взял материал у себя на чердаке нашел там и решил сделать и он не знал даже что есть такой момент что у тебя может не склеится если это древесина не высушена до нужного процента то есть это важно знать и что касается клея можно использовать например полиуретановый клей я я конечно никогда не использовал для доски полиуретановый клей но если все правильно сделано если древесина сухая и склеена влагостойким столярным клеем то у меня не было еще ни одного случая чтобы она развалилась потому что отделка еще также препятствует туда входу влаги и чтоб там что-то случилось это один момент почему я использую например широкие доски они узкие некоторые люди придерживаются мнения что все должно быть нарезано на узкие ламели я часто использую даже при изготовлении мебели широкие доски изначально когда они приходят сушки а уже обращаю внимание как доска уже выглядит если она уже сохла и она по своему волокну и такому вот изгибу ровная то есть у нее нет изгибов то у меня такое предположение которое оправдывается до сих пор что и она останется ровной то есть она сохла и не коробила там есть такие вырезаются такие доски из дерева которые сохнут тоже ровно это один такой момент ради красоты также тоже что касается выбора материала и склейки теперь об отделке об отделке нужно сказать то что это и есть то что сделает с этой доски практичная и к и долговечное изделие то есть вот у меня я буду еще шлиговать это перед тем как я буду обрабатывать это восковым маслом я использую восковые масла пищевого сертификата для отделки разделочных досок и что я буду теперь делать я отфрезерую эти под радиус все что-то мне надо и сделаю легкое увлажнение этой поверхности то есть у меня здесь отшлифована уже такая грубая шлифовка сделала тут я увлажню и у меня здесь подымется ворс который обычно подымается когда доска уже используется и увлажняется и ее забивается пища от частиц пищи и она делается такой негигиеничной когда здесь увлажняю подымаю его его это высыхает влага обычная фен использую тогда это сошлифовываю и делаю это так два или три раза чтобы этот ворс больше не подымался что этим достигает им то что во первых я открываю поры снимаю этот ворс и лучше впитывается восковое масло глубже и сцепление лучше с древесиной волокнами и я делаю это ну где-то может быть четыре слоя как правило может быть даже пять слоев делаю пропитку первые это очень основательный иногда можно даже подогреть это масло чтобы она лучше впитывалась втирать его нужно так хорошенечко и это все именно для того чтобы создался такой более менее влагостойкий слой и поверхность которая позволила бы ухаживать за этой разделочной доской чтобы она теряла вид как можно дольше через какое-то время если будет какой-то износ шлиф можно шлифовать и нанести новые слои но это отдельный разговор и это нужно оценивать уже по ее состоянию и когда я делаю последние слои там предпоследние или там еще два собираюсь сделать бывает такое что когда я чувствую я под рукой масло напитала древесину и поднялась какая-то рельефность такая она это ничего такого страшного просто если мне хочется идеальная гладкая поверхность я делаю щадящую шлифовку там эксцентриком которого этот круг этого амплитуды два с половиной миллиметра и где-то там до трехсот зернистость и легонечко это делаю гладким и потом наношу последние слои и тогда доска выглядит такая очень гладкая и видно что она отделана и на нее нанесен такой вот тонкий слой воскового масла и поскольку восковое масло твердеет она создает поверхность такую твердую из-за которой можно ухаживать хочу добавить еще несколько слов о том например почему она вот квадратно почему нет тут какого-то хвоста за который брать или какое-то отверстие чтобы вешать мое личное мнение разделочная доска у кого-то сугубо практическое применение должна быть квадратной из-за практичности по той причине чтобы не забивались куда-то частички пищи мясо откуда их сложно чистить потому что человек когда пользуется ему нужно все очень просто быстро сделать и откуда-то что-то то что-то выковыривать это занимать время и это может остаться без должного внимания это может появиться такая какая-нибудь бактериальная среда то есть я делаю это чисто из-за гигиеничных соображений и здесь я хочу высказать также мнение вот некоторые люди говорят что деревянная разделочная доска это не гигиенично по сравнению с пластиком это во-первых зависит от вашей личной гигиены если доска правильно сделано за ней легко ухаживать то я лично не вижу проблем потому что и пластиковая доска если она используется так не гигиенично уже из позиции но самого человека то это тоже вопрос гигиены и также там микропластик например кто-то может тоже сказать вот это тоже вы там какие-то режете в еду походит вы это все там едите то есть это вопрос такой отдельный и может просто у людей был опыт я тоже слышал что при использовании деревянных досок у которых отделано там например каким-то пищевым маслом просто или льняным маслом сделали доску и пропитали ее и все и потом когда вы используете у него куча ворса поднимается который забивает себя еду и вы ее оттуда вот так просто не вычистите то есть это это в этом смысле да можно сказать это не гигиенично то есть вот такой момент можно сказать да про то что разных форм делаются доски там дарят кому-то такие очень такие творческие подходы то есть если кому-то дарить доску которая может быть скорее всего не будет использована будет просто для украшения кухонного интерьера то это тоже вариант но если мы говорим про сугубо такую практическую цель то здесь важно иметь ввиду максимальная простота и то чтобы она была бы гигиенично ну смысле ухода забыла сказать еще то что когда делаю эту шлифовку снимаю ворс я также сама использую шлифовщик с этой амплитудой круга 2 и 5 миллиметров именно щадящая чтобы она не сдирала и потом мне не поднимался новый ворс то есть это именно такая вот щадящая легкая шлифовка после которого вы точно рукой чувствуете что нет этого ворса хочу несколько слов сказать про уход не только разделочной доски но и деревянных изделий в кухне которые нужно мыть то есть в посудомоечную машину такие вещи я не рекомендую ложить и также оставлять в раковине где там вода мокро все время что типа потом помою это нужно избегать чтобы она не впитывала влагу чтобы они повело и чтобы она служила как можно долго и сохраняла вид и свою плоскость уместно из уход следующий это можно сразу в раковине и и помыть влажной тряпкой проточной водой вытереть и положить ее на свое место также самое перед используем да если она хранится где-то там в этом месте на нем собирается пыль это позволяет тому что вот этот вот слой воскового масла он защищает от того чтобы эта влага туда проникла и сохранит свой вид плоскость как я уже говорил то есть это вот такие вот нюансы которые вы можете иметь ввиду когда вы хотите сделать качественную разделочную доску если у кого-то есть какие-то мысли или опыт который дополнит это видео продумайте свои мысли предложения напишите в комментариях это будет полезной дополнительной информации к этому видео всего доброго до следующих встреч до свидания